И снова добрый вечер, дорогие мои! С вами, впрочем, как и всегда, Алкобарт, и мы, конечно же, будем что-то пить, а заодно об этом обязательно поговорим. Тем более, внимательный зритель заметит, что у меня сегодня две посуды. Значит, наверное, напитка будет два, нет, один. Мне просто интересно, как он будет смотреться в разной посуде. И как вступление расскажу, что помните, с полгода назад, где-то перед Новым годом, я снимал оксиджин от Бульбаша. Там было три этих оксиджина, и был белый, желтенький и такой красненький. Ну, оранжевый, ну пусть будет красный. И мне уже тогда пришла в голову фраза, вот этого желтый, красный, голубой, выбирай себе любой из классики, но не было голубого. Не было, и что ж тут, как говорится, поделаешь, фраза осталась до лучших времен. Лучшие времена настали, господа, настали лучшие времена, и встречаем оксиджин Нордик, travel to Скандинавия, с черничкой написано, ну, Блубере. Тут вопрос в чем? Прекрасный день, хорошая погода, магазин, синий джин. Челюсть падает, где-то в районе ремня я ее подхватываю, тогда вставляю обратно усилием воли, и начинаю смотреть. Но он же синий, причем это не синяя бутылка, это именно синий джин. Смотрю на соседние бутылки, нет, вроде с цветокоррекцией у меня все хорошо. И, в общем, теряюсь в догадках, что делать. Ну, что делать, надо брать, да и нести домой. И поэтому будем потихонечку открывать. Состав прочитаем потом. Давайте я сначала накапаю. Мне же не терпится посмотреть, как это будет выглядеть. Здесь даже есть зацепочка. Здесь даже есть зацепочка, но я ее пока про зацепить. А нет, наверное, могу. Наверное, могу. О, получилось. Что-то получилось. И, собственно, отдираем. Отдираем уже дальше, как получится. Потому что, сами понимаете, мне интересно, что это будет. Так, все, сняли. Кладем... Кармана нет? Кладем аккуратненько рядышком, потом выбрасываем. И ищем, наверное, волшебный пук. Есть. Есть волшебный пук. Пахнет. Так, накапываем в обе посудки. Буль-буль-буль-буль-буль. Синенький. Точнее, голубенький такой. Но прикольно настолько смотрится в бутылке, что, честно говоря, это реально привлекает внимание, скажем так. И пьем мы, наверное, первую будем пить по классике из коньячного. Дабы горлышко промочить, правильно? Нет. Дабы горлышко промочить, давайте уже отсюда. Так, как будут это пить все. Ну, поехали. Так, можжевельник присутствует. Хорошо. Такой легкий-легкий холодок есть. Черничка присутствует. Спиртуозность для первой очень хорошая, честно говоря. Хотя 40 градусов, 40 градусов 0,5, наливаем мы опять. Но давайте перейдем к составу, который я, кстати, уже читал, я честно сознаюсь, потому что там будет один пункт, про который я расскажу. Напиток спиртно-крепкий Oxygen Nordic. Состав. Вода питьевая из артезианской скважины исправленная. Это любимая фраза Бульбаша, да. Спирт этиловый люкс. Ароматный спирт можжевельника. Дистиллят ржаной невыдержанный. Можно вопрос, какого хрена? Дистиллят ржаной невыдержанный. Зачем он здесь? Не, понятно, что по вкусу было нормально. Но зачем? Хотя я обычно ругаюсь на чистые напитки, то есть на белые, когда идет в составе тот самый дистиллят. А на цветные, в общем-то, не очень. Далее. Сахар, ароматные спирты, корица, имбиря. Натуральный ароматизатор пищевой черника. Экстракт растительный, экоплант синий. Вот на нем и остановимся. Подождите секундочку. Вопрос не в машина про это. Вопрос женщины, дайте мне закуски немножко. Ты мне другой дашь? Хорошо. Сейчас жена даст закуски. Объясняю, в чем дело. Потому что под джин надо чем-то его нивелировать. Вот этот вот можжевеловый холодок все-таки присутствует немножечко. Поэтому кое-что сейчас принесут. Так вот, экоплант синий. Кто-нибудь сразу скажет, ну синего красителя не бывает. Но это все химия и вот это вот начнется. Нас всех травят и так далее. Так вот, господа, учитесь гуглить. То есть Денис сам по себе умный, да. Но гуглить тоже умеет. Что такое этот экоплант синий? Это экстракт генипы американской. Генипы американской, если кому видно, вот даже плоды нарисованы. В Википедии подсмотрел, все понятно. И использование. Полностью созревшие плоды съедобны, согласен. Так вот, сок недозрелых плодов бесцветен, но на воздухе окисляется. И использовался американскими индейцами в качестве краски для нанесения нательных рисунков. А также в качестве пищевого красителя. Опаньки, латурпродукт. Где закуска? Клади мне прямо сюда. Ты же помнишь, которые были оплотные, это эхо. А, и ставь все, я потом тебе верну. Ну, выбирай красивенькие. Клубнички, господа. Но не только клубнички. Как эта штука называется? Земклуника купчиха. Земклуника купчиха, да. Помесь земляники с клубникой. Хотя я всегда считал, что это одно и то же. Но вторую мы уже закусим. Чисто интересом ради. Поехали. Ой, мне отсюда нравится, как пахнет. Это вам не из рюмочки. Да, запах абсолютно другой. Причем отсюда слаще. Отсюда слаще. А отсюда так хорошо и можжевелово, и чернично. Поехали. И сейчас проверим мою теорию. Так, мне понравилось. Но мы продолжим. Мы накапаем еще чуть-чуть. И знаете, наверное, налью опять два раза. Почему? Потому что вот это будет у нас определяющая четвертая. А вот это у нас будет третья. Сейчас поясню, в чем дело. Джин вообще, он напиток, кстати, универсальный в смысле всепогодности. Он как зимний, так и летний. Зимний согревающий, летний охлаждающий. Летом, зимой мы имеем приятный холодок можжевеловый, и нам становится тепло. Летом мы имеем приятный можжевеловый холодок, и нам становится прохладно. Это, кстати, уникально с джина, по большому счету. Хотя я всегда сторонник не пить их в большом количестве, потому что джин в большом количестве, это ну такое себе. Но для этого нам нужен тоник, для летнего варианта. Я сегодня, честно, оббегал магазины потом, потому что в том магазине не было. И искал швепс обычный, вот-вот, просто вот швепс вот такой. Ну, стандартный индиан. Все, идеальный вариант под джины. В первом магазине был желтый, который лимон. Я его взял. Во втором был красный, который мохит, или как его, я его взял. В итоге, в третьем магазине я нашел вот этот. Теперь у меня очень много швепса. Но я хотел смешать именно с этим, и, в общем-то, я своего добьюсь, господа. Поэтому здесь, наверное, будем делать летний вариант. А летний вариант, давайте два к одному примерно. Оп! Цвет, кстати, не поменялся, но это и логично. В принципе, почему я и боялся, наверное, другие швепсы сюда лить. Цвет не поменялся. Он слегка так, немножко именно по прозрачности разбавился, по цветности. Но выглядит это симпатично. Поэтому давайте за лето все-таки, в конце концов. И за летний вариант употребления джина. Если бы не пузырьки, которых я нормально хлебнул, вообще было бы прекрасно. И даже картинка бы смотрелась просто прям как рекламное предложение для завода. Ну, пузырьков хватил, ладно. Но это очень интересно, честно. Я боялся, что Индиан, он горечью скрасит вот эту вот, уберет как-то эту черничность. Нет, нормально. Прокатило вообще. Прям вот сейчас слезы радости из глаз пойдут. Потому что, да, пузырьки до сих пор. Но это было реально прикольно. Это было очень прикольно. Поэтому сейчас, секундочку, я сделаю вот так. Немножко разбавлю, разведу. Точнее, сполосну бокальчик. Для того, чтобы заключительную пить именно отсюда. Которую я, в принципе, сейчас сразу и налью. И четвертое определяющее. Давайте обновлю чуть-чуть. Ну, уже чтобы полностью по всем своим же правилам, самим собой придуманным. И начнем. Внешний вид. Внешний вид вполне себе в линейке вот этих оксиджинов. То есть, тут, ну, как бы, все выдержано. Это понятно. Это одна линейка. Бутылка та же. Немножко другие цвета. Понятное дело, немножко другой напиток. По составу. Ну, вот это вот, как ее зовут? Генипа, да? Подсмотрю на всякий случай. Да, генипа американская. Это я реально гуглил. Потому что мне было просто интересно, что это такое. То есть, красителей с таким названием я не встречал. Я полез в гугл, я на гуглил. Это генипа американская, которая еще индейцами использовалась когда-то там. И плоды съедобные, да тоже плюс. Видать, у нас не растет. Запах. Тут вариант вам для чего. Потому что отсюда сладковато, а отсюда можжевельником. Вот это идет можжевеловый. Хорошо можжевеловый. Там та же черника немножко на заднем плане прослеживается. Отсюда больше сладковато. То есть, если вы хотите бахнуть залпом, просто так вот, а бы выпить, то тогда посуда вот ваша. Если вы хотите наслаждаться, порадоваться, созерцать закаты под это дело, то тогда вот это. Тут вариант простой. Но я буду пить из того, из чего будут все. То есть, посудка такой формы и такого содержания. И могу сказать так. Как по мне, здесь бы чуть побольше можжевельника. То есть, джин, он должен быть все-таки, вот этот холодок, он должен быть обжигающим. Вот надо чуть побольше. Но если вы его не любите, тот самый обжигающий холодок, а должен быть просто можжевеловый, то вполне себе вариант. Взял бы я еще раз, да. Да, однозначно, во-первых, из-за цвета. Ребята, вы возьмете вот это куда-нибудь на пьянку, вы будете королем вечера. Серьезно. Потому что тот же бомбей сапфир, например, который все скажут, так там синий, так там синяя бутылка. А тут мы имеем синий напиток. Это, в общем-то, совершенно другое дело. И очень многие люди с тем же бомбеем нарываются на то, что я взял синий джин, синий джин, там все, бегом домой лить. Наливают он белый, ну, прозрачный. Ну, все, капец. Вечер испорчен. Здесь вечер испорчен не будет. Здесь именно синий цвет. И, честно говоря, я не ждал, что такое появится у белорусских производителей. Вот прям вообще не ждал, но оно взяло и появилось. Поэтому за это дело, конечно, не грех и выпить, но дальше будет заключительное то самое. И мой вердикт, можно ли брать? Можно. Как по мне, нужно больше можжевельника. Но брать это можно. И если вы это где-то увидите, найдете, то брать это, наверное, даже нужно. Потому что, ну, такое редко встречается, согласитесь. Это из напитков таких, даже невкусовых, даже не каких-то там вот это. Ну, это просто должно стоять в баре. Вот, наверное, такого плана. Поэтому поехали. За вас, дорогие мои. За ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. За то, что вы ждете следующих видео, выходящих с пугающей, иногда не очень периодичностью. За то, что я все-таки нашел в третьем по счету магазине именно Индиан Швепс, который очень классно с ним сочетается. И хорошо, что я не стал с ним мешать лимонный или тот, который мохито. И за то, чтобы все у нас у всех было хорошо. Не знаю, у меня после этого джина сейчас настроение поднялось просто до сумасшедших мерок. И он реально синенький. Кто-то скажет, там, голубой, еще какой-то. Но по факту он синенький. Поэтому поехали и всем пока. Продолжение следует...